Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео от Академии Счастья по улучшению качества жизни. Поговорим сегодня о лене. О лене, откуда она появляется и вообще, зачем она нужна человеку. Я часто слышал от людей, что не лениво, я не хочу делать, у меня там появляется лень, или сейчас придумали модное слово прокрастинация, когда человек откладывается на потом. Я заметил такую вещь, что человек откладывает на потом или не делает что-то, потому что это не в его убеждениях, не в его целях. То есть, когда человек горит этим, когда ему действительно хочется это делать, когда это его цель, вот как раз в видео о целях вы можете тоже посмотреть, как определить свои цели. И на самом деле, что важно, человек, когда это его, он делает это радостно, ему хочется этого делать, то есть он сам прям желает и делает все, чтобы продолжать это. А когда человеку не хочется, когда это не его, он пытается как-то это сделать так, чтобы этого не было, отложить на потом или просто не делать. Это зачастую с чем связано? Что нас вынуждают делать те вещи, которые мы не хотим. То есть, это касается работы, бизнеса, отношений и очень многих других сфер. Вам говорят, делай там, не знаю, отправь сообщение, пойди там, сделай презентацию, или поговори с человеком, или выполни там какой-то процесс, который ты не хочешь делать. Это все откладывается у человека, и он такой, не хочу, возникает сопротивление. Ну надо же, мне же за это там заплатят деньги, или я получу прибыль, или еще какие-то поощрения там в семье в виде бонусов, в виде... То есть, и что происходит? Человек делает это, но внутри это сопротивление продолжается. И вот важно, как выйти на какой уровень, когда вы делаете то, что нужно, то, что важно, но это не вызывает сопротивление. Вот на этот уровень можно выйти тогда, когда вы избавитесь от внутренних каких-то зажимов, которые мешают вам двигаться дальше. То есть, если это просто не ваше, и вам не хочется это сделать, то не делайте этого, найдите то, что ваше, и берите, и делайте это. То есть, найдите свою цель, так как вот показано в моем видео о целях, и реализовывайте ее. Тогда вы будете наполнены этим. А если, допустим, у вас просто возникает внутреннее сопротивление, то есть, вы понимаете, что это важная вещь, что это действительно нужно делать, но у вас вот это внутреннее сопротивление, вы не понимаете, откуда оно берется, то тогда важно исследовать себя и проработать. То есть, вы пишите, например, те сопротивления, которые у вас возникают чаще всего. Это может быть, например, когда вы хотите пойти и сделать важное дело, у вас возникает головная боль, например, или чувство тяжести, или вы чувствуете усталость. Вы пишите, ну, крайне мере, три самых таких важных сопротивления, которые у вас возникают при выполнении нужных и важных дел. И проработайте их так, как я показывал в своих видео о процессинге. То есть, найдите случай, вот, например, у вас возникает усталость. То есть, найдите случай, когда у вас эта усталость проявлялась максимально сильно и вернитесь в эти случаи и перепроживите ее. То есть, с полным принятием, с полным пониманием. То есть, наоборот, не отвергая эту усталость, а принимая ее. И то есть, получается, что когда вы таким образом делаете, то есть, прорабатываете это, у вас усталость постепенно уходит. То есть, вы не отвергаете эту усталость, а наоборот, идете туда и находите, почему она у вас возникла. И, возможно, вы найдете более ранние подобные случаи, когда усталость у вас была на самом деле, и чем она была вызвана. То есть, возможно, действительно, в прошлом был какой-то случай, связанный с подавлением, когда вас заставили что-то делать, и вы не хотели, не хотели. И вот это проявило у вас усталость. То есть, проработайте это, и у вас уйдет усталость, и, соответственно, уйдет вот это вот нежелание, сопротивление делать что-то. Потому что лень – это очень образное понятие, и каждый его понимает несколько по-своему. Она может проявляться разными-разными способами. Это такое объединение. И вот на самом деле, если вы делаете то, что ваше, и проработали внутренние вот эти вот отвержения, заряды, зажимы, то вы будете делать так, что у вас это не будет возникать никаких противоречий. То есть, у вас разум, душа, тело будут действовать как единое целое. То есть, вы будете целостным человеком. И вот я это исследовал на собственном опыте. Я занимаюсь уже практиками исследования сознания, перепроживания прошлых жизней, практиками восстановления осознанности уже около 20 лет, и помогаю людям в этом. Поэтому, если вам эта тема очень важна, интересна, и вы хотите улучшать свое состояние, то вы можете написать мне и записаться на бесплатную консультацию. Выберите тот способ связи, который вам удобен. Все мои контакты будут в описании к этому видео. А я вам желаю счастья. И, конечно же, если видео вам понравилось, поставьте палец вверх, это отметка «Нравится». Подпишитесь на мой канал и поделитесь этим видео со своими друзьями. Колокольчик для напоминаний о новых видео, которые выходят на моем канале каждый день. А сейчас посмотрите те видео, которые будут у вас. Они будут здесь слева. Они вам покажут о том, как можно действительно прорабатывать свое состояние самостоятельно или в паре с напарником. Я вам желаю счастья и до скорой встречи, друзья.